всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами лайки мы продолжаем карьеру за санкт-петербургский зенит фифа 23 мы ребята играем на пк с модом на рпл здесь не только рпл здесь и другие лиги добавлены подробнее об этом моде я рассказывал недавно в ролике на канале посмотрите этих модов несколько разновидности ребят есть попроще где только например рпл и несколько фнл есть примут масштабные моды тот с которым я сейчас играю где здесь есть бразильская лига сделанная также есть и лига казахстана и многие многие другие если я не ошибаюсь по моему около 20 лиг новых добавлено и также здесь есть сборная россии например формы обновленные составчики в общем все присутствует недавно обзор был на канале так что посмотрите сразу говорю мод ребята не бесплатный автор очень долго его делал поэтому он его продает а мне предоставляет на обзор чтобы я так скажем показал его вам покупать никто вас не заставляет если у вас есть какая-то возможность его где-то найти бесплатно на это только ваше дело я ребят за это никак не отвечаю мы продолжаем борьбу в чемпионате мы в прошлой серии с вами приобрели бесплатно фантастического галкипера дыхею и сегодня у нас серия стартует матчем против цска также давайте посмотрим быстренько по календарю что нас ждет сегодня еще у нас заканчивается трансферное окно и сегодня у нас первый матч лиги чемпионов у нас как мы видим довольно серьезная группа ребята ювентус бенфика и псж вот сегодня то мы как раз и испытаем свою команду в деле я честно сомневаюсь что мы пробьемся в следующий раунд лиги чемпионов но я думаю побороться хотя бы за место лиги европы с той же бенфика и мы точно должны так что ребята усадьтесь поудобней наливайте себе чаек берите печеньки вкусняшки прожимать и лайк подписывайтесь на канал если здесь впервые ну а также не забывайте залетать наш телеграм там вы всегда будете в курсе новых видео анонсов серии уведомлений в общем все под рукой ссылочка в закрепленном комментарии вот такие вот у нас стартовые составы выходят тска довольно активно так скажем настроены на атаку у них ланга а не тот ли это и ланга который играл в мю в свое время и очень такой хороший быстрый паренек может быть они усилили в это трансферное окно посмотрим и ребята поехали сейчас перед стартом этого матча показали что у нероса забиты уже шесть голов он на данный момент лучший бомбардир но будем надеяться что он и дальше будет забивать и он поможет нашей команде сегодня мы кстати говоря встретимся против его бывшего глупая бенфики ну а болельщики вот так вот уже растянули перформанс поддержку он дэхея но он действительно в прошлых матчах спасал если бы не он я думаю мы могли бы получить не меньше чем забили но посмотрим посмотрим что сейчас будет против цска да мы выиграли у спартака у нас получилось то сделать но так скажем здорово начали ту игру я случайно ребята обрезал первый гол такое бывает когда ты нарезаешь случайно просто нажалась кнопка удалить и момент с забитым мечом просто растворился а заметил я это уже когда ролик вышел и ребята в комментариях начали об этом писать а сейчас клоузине выскакивает между двух клоузине надо было бить чуть чуть посильнее я дал указание нашим центральным защитникам не убегать ребята в атаку также дал еще и задачу вильмару бариусу тоже держаться поближе к обороне а вот и еще один момент и здесь уже штанга спасает сергеев ну же и сергеев не попадает и ждет сейчас забегание мостового мостовой можно сыграть обратно в центр это вендал добить у нераза с ноги мяч сняли но мы сейчас просто цска не выпускаем ребята с их половины поля и снова иван сергеев пяточка клоудиньо и плотно плотно действует оборона армейцев снова сергеев и снова цска провал в центре это вендал и перекладина ну вот у них тоже вратарь какой-то интересный не акинфеев стоит может быть они его из-за возраста оставили на замене а может быть он куда-то ушел ребята я не знаю снова иван сергеев плотный удар в ближний голкипер отражает и пока игра идет только лишь в одну сторону на с сергеев поднимает руку мяч до него доходит и сергеев забивает гол ну вот наконец таки 1-0 иван сергеев двадцать девятая минута не смогли здесь справиться армейцы все-таки с этим натиском хозяев и в итоге на 30 минуте пропускают мяч ну вот тут хорошо видно сергеев как раз поднимает руку не шикарно выигрывает борьбу но защитника цска иланга им против дугласа сантоса дуглас отпускает соперника и ланга на дриблинге заскакивает штрафную удар ближний но дыхея спасает не получается пока отбиться вендал чистяков отпустил соперника это 11 здесь уже даже ребята дыхея спасти не смог цска быстро отыгрывает пропущенный мяч ну и здесь в гуще событий оказался игрок армейцев совершенно один это обликов был спустя пять минут он восстанавливает равенство в этом матче то что сначала мы давили забили гол после этого цска начали давить и здесь еще один опасный выстрел это уже мухи на оси мак что-то объясняет к серии возможно он сегодня выйдет ничья 1-1 первом тайме мы создали в начале довольно много моментов но смогли забить всего лишь один гол а цска напротив подсобрались и из своих немногочисленных моментов смогли забить один но были были еще эпизоды дуглас сантос не прошла передачи но он остается с мячом можно подавать подача есть а до удара делаем в итоге не дошло передача на караваева сегодня он вышел место марио фернандеса подачи на сергеева тот бьет но это слишком просто быстро вещь выходит у цска у нас также сейчас будет двойная замена вреду кей раз вместо вендела и кассиера выйдет вместо сергеева может быть у него получится сегодня более лучшая результативность потому что как мы видим у сергеева шесть ударов но с реализации сегодня было все не очень здорово хоть один гол он забил но этого ребята не так много кассиера а вот он сразу берется за дело и бьет неплохо над перекладиной взмыл воздух классно сейчас по моему это был караваев да это именно он он уже на правом фланге рядом есть нерас нерас мечом и отсюда в дальней нерас забивает ребята красоту нерас забивает красоту и на шестьдесят восьмой минуте выводит зенит вперед но это в стиле малкому ребята с левой ноги шикарно в дальний нижний угол и аплодисменты симака у нас 21 дугласантос техничным кассиером можно ответную сделать хорошо дугласантос передача на мостового мостовой кати в центр ну же букей раз нет нет ребята поиска в отличие от других клубов сегодня не намерены много пропускать передача пяткой дыхея пропускает 2-2 это краскали ребята и цска увозит как минимум ничью из санкт-петербурга ну вот пожалуйста вы видите вполне адекватную игру и нету кучи голов а то мне написали в комментариях неинтересно сделай тайм по три минуты слишком много мячей ну вот мы сыграли с цска 2-2 есть еще может быть пару мгновений может быть у нас получится какая-то завершающая атака для нас мне кажется это потеря очков если бы мы смогли сейчас выиграть у цска то возможно более уверенно лидировали в турнирной таблице ну а так сейчас посмотрим на каком и с вами месте ребята в комментариях спрашивали по поводу мода по поводу бразильской лиги кто здесь есть здесь есть ребята и халк атлетик минейро ну правда как мы видим у него уже 37 лет рейтинг 82 также есть или арберта который был в зените и вот честно этот паренек в атаке мне нравился только у него пошла игра как он передумал возвращаться ну и про суареза спрашивали ребята он в гремио тоже есть так что с этим модом вы можете поиграть за него или например вернуть его также интересовались ребята по поводу шешко neverton например есть во фламенго тоже довольно интересный парень если я не ошибаюсь есть лукас маура есть также там чемпионате бразилии александр пато адриана который в свое время играл в спартаке в общем вы можете найти кого купить и также например можете кого-то вернуть или просто сыграть чемпионате бразилии с этим ребята модом у нас последние часы трансферного окна видимо здесь некоторые переходы дал от перебрался в новый клуб это бавария байли перешел в монако у нас тоже приходило предложение по дугласу сантосу от атлетика мадрид но ребята его я продавать не намерен потому что полноценные равноценной замены ему нет ну вот мендыш ушел в севилью марена перешел в манчестер юнайтед и сейчас я думаю мы еще что-нибудь увидим интересненькое под самый занавес трансферного окна может быть еще какие-то интересные переходы канате перешел в арсенал у нас пришло предложение по алипу от грэми он кстати говоря да я так понимаю да но его продавать мы не будем потому что алип очень хорош его чуть-чуть подкачать и я думаю он может выйти вместо чистякова я думаю вот сейчас мы будем играть матч сыграет алип я думаю точно все ребята трансферное окно закрыто у нас около 20 миллионов если что это деньги пойдут на зимнее трансферное окно мы не можем сейчас взять и купить кого хотим мы и так приобрели нероса за внушительные деньги поэтому сейчас должны экономить предложение по ираковичу пришло его хотели тут в аренду взять сейчас его хотят просто купить но нет ребята его мы тоже продавать не будем потому что сезон долгий сезон непростой матчей много и нам нужно ребята все-таки хотя бы в обороне какую-то обойму иметь чтобы если что кого-то подменить матч против аренбурга выходим играть своим вторым составом здесь как раз алип ренан круговой здесь также коваленко монтуанка сьера дуке раз ну и мы играем против аренбурга на выезде поехали как-то из-за обсуждений игроков бразилии мы ребята забыли посмотреть на турнирную таблицу но если что после этого матча взглянем перед лигой чемпионов у нас сегодня дождливая погода стадион аренбурга принимает команды ну и давайте давайте ребята начинать а сейчас оренбург неплохой атаке и пенальти и желтая карточка круговому вот как меня напрягают эти моменты когда знаете вы стелитесь подкате игрок уже отдал куда-то пас ну а дальше вот получается наш подкат проходит чуть дальше игрок цепляется за эти ноги и пады и вот он шанс оренбурга седьмая минута дыхея нет ему забивают прошлой серии два пенальти дыхея отразил но здесь от оренбурга к сожалению пропускает его перехитрили на раз передача на коваленко коваленко здорово находит кассиеру кассиера заскакивает штрафную удар в дальний кассиера сравнивает счет 1-1 16 минута и у нас ребята ничья кассиера навязал здесь прессинг навязал борьбу залетает штрафную ну что зеркальный гол это ребята 2-1 и это дубль кассиеры но тут уже чувствовалось какое-то волнение обороны оренбурга сначала нерос и коваленко начали поддавливать двух игроков на левом фланге дальше мяч пошел в центр и там кассиера просто навязал борьбу ну а дальше нужно было только прорвавшись к воротам забить он с этим справился и 2-1 алип пытался заблокировать удар мяч попадает в дальнюю крестовину оренбург продолжает идти в атаку но тут уже дыхея на месте а вот он ошибся и ошибся и это сейчас ребята шанс на гол и какое-то нарушение увидел главный арбитр видимо положение вне игры кассиера играет на нероса нерос коваленко снова кассиера мантуан его удар в ближний но слабовато опасная передача и дыхея вытаскивает а покати партнеру и это была бы уже ничья но продолжает оренбург давить и все-таки дыхею пробивают вот так вот в концовке первого тайма оренбург сравнивает счет казалось первым ударом дыхея справляется но мяч отскакивает вновь на ногу футболисту оренбурга и к сожалению прошивает я решил ребята налево выпустить место кругового марио фернандеса я надеюсь он будет чуть-чуть поуверенней круговой как-то в эту игру особо не зашел передача в центр вендал пробивает но мяч застается легко вратарю оренбург залетает штрафную и забивает третий вот так ребята подарочек здесь красиво ушли от ринана по-моему и оренбург выходит вперед ну красиво красиво посмотрите как еще дыхею обыграли и 3-2 у нас выходит клоудиньо выходит мостовой а также чистяков вместо ринана вместо ребята вендолаем клоудиньо классно разобрался пробил но галкипер отражает еще одна атака оренбурга чистяков пытался заблокировать но в итоге сам упал ну же забить коваленко пробивает но успел соперник накрыть тем не менее клоудиньо не выключается из борьбы кассиера это его хэт-трик и это 3-3 но здесь стоит наверное отдать должное все таки клоудиньо который не выключился из эпизода и все таки доработал до конца ну и давайте сергей выйдет чтобы кассиера немножко отдохнул перед матчем лиги чемпионов у нас последние минуты оренбург с мячом в атаке здесь карабаев выбил мяч у нас 30 секунд успеем попробуем попробуем нет арбитр свистит это ничья 3-3 с оренбургом ну вот так наш второй состав вроде бы и кассиера оформил хэт-трик да выиграть все равно не смогли чемпионате ребята мы пока лидируем на первом месте но как мы видим спартак по-прежнему одном очки от нас у них 16 у нас 17 у локомотива 15 тск 7 ахмат 8 посмотрим кто внизу турнирной таблицы здесь сочи и факел пока что замыкает турнирную таблицу но у сочи столько же очков сколько и у пари нижний новгород пресс-конференция перед матчем лиги чемпионов лига чемпионов это новое испытание для вашей команды болельщики само собой надеется что в этом году у вас все получится как вы оцениваете развитие команды сможет ли команда дойти до поздних этапов турнира еврокубковые амбиции клуба это дополнительное давление на меня игроков но я не сомневаюсь что мы сможем оправдать надежды болельщиков нерос перешел зенит означает ли это что клоудини в скором времени покинет команду мои игроки находятся в очень хорошей форме им придется делать непростой выбор для вас начинается лига чемпионов сможете победить в первом матче такие матчи непредсказуемы план на игру может сразу же казаться бесполезным нам нужно сохранить собранность и играть все 90 минут ну что ж ребят вот и первый матч это лига чемпионов сегодня мы выходим основным составом ну и будем надеяться что у нас получится игра состав бенфики также на ваших экранах ну и поехали если наши футболисты сегодня не будут на поле себя вести иногда как-то глупенько я имею ввиду за счет самой фифы и и все будет так как я делаю тогда ребята шансы у нас есть мы приехали в гости к бенфики это первый тур групповой стадии лиги чемпионов команды уже появляются на поле но это будет ребята довольно интересный этап все таки группу у нас очень жарко им даже если мы не выиграем то хотя бы поиграть с такими клубами как ювентус пассажей бенфика всегда ребята интересно мы поехали хозяева начинают с центра обычно знаете такие клубы могут наоборот недооценить такую команду как наша нерас и вот он уже против бывшей команды ребята готов разрывать но вот здесь клоудине чуть увлекся нельзя нельзя сейчас мяч отдавать а его просто трихануло рядом с соперником передача в центр дыхеем но ты первый звоночек нера здорово заблокировал и теперь уже бежит вперед сергеев клоудиньо не доходит пока дело до удара ну вот вам пожалуйста ребята команда сильнее нашей и уже как вы видите мы не забиваем по 6 голов ну и сейчас нужно немножко успокоиться вендал а что если отсюда но нет дуглас сантос не отпускать не отпускать соперника дуглас здорово один против двух разобрался мостовой пас на сергеева сергеев ну надо аккуратнее было вкатывать клоудине но это безобразная передача а тут здорово вильмар бариус можно на дугласа перевести ну а вот теперь подача на дальнюю штангу иван сергеев нет до удара опять дело не доходит 33 минуты и пока без моментов наша команда клоудиньо мостовой ну же навешивай на сергеева сергеев а он не дотягивается до мяча и галкипер почему-то побоялся пойти дыхея сейчас чуть моментик не привез слишком остро сыграл дуглас сантос мостовой передача пяткой вендал но мостовой его час на сергеева покати сергеев катывай но успевает защитник опередить это не рпл сергеев здесь нужно действовать гораздо быстрее куда родригао удар нероса пенальти играет футболист бенфики рукой а главный арбитр указывает на точку ну да здесь даже два раза мяч попал в руку и нерос у мяча нерос берет разбег бьет поворотом и галкипер отбивает он успел прыгнуть я думал он в центре остается да ребята это давление давление бывшего клуба на самом деле я не понимаю почему вообще нерос пробил именно так я хотел просто катнуть в угол а он зачем каким-то парашютом начал бить пассажир тем временем выигрывает у ювентуса у себя дома 1-0 у нас пока ничья и к сожалению пенальти мы не реализовали кто-то уже может сказать что нерос подыграл своей бывшей команде да нет ребята я только одного не понял почему нерос в принципе бил пенальти когда у нас все пенальти раньше исполнял клаудиньо частяков срыв атаки желтым или нет нет арбитр пощадил никакого пенальти это дыхе ребята вендал и кати дальше ну же иван сергеев это твой шанс сергеев 1-0 иван сергеев ребята шестьдесят вторая минута вот вам и ошибка бенфики но и ванька сергеев не подводит раздосадован вратарь конечно хозяев но здесь я бы отметил вендала он вступил в борьбу он выкатил в на сергеева и сергеев при выходе 1 на 1 расстреливает ворота аут в нашу пользу как бенфика сейчас включилась перехваты накрывание наших игроков это все у них сейчас пошло в более усиленном режиме частяков и родригао удар по воротам 1-1 1-1 ребята классно здесь разыграли стенку между нашими двумя центральными ну и как то вот родригао отвело от момента а чистякова просто мотыляло от одного игрока бенфики к другому ну и в итоге 1-1 ну сами сами привезли момент вот это вот необязательная потеря Клоудиньон прошла передача на Нереса Нерес Нерес залетает в штрафную скидка в центр ну же мостовой ребята 2-1 тут же мостовой выводит зенит вперед как качели пошла игра и снова не понимает вратарь бенфики как ему забили Нерес смещается в центр видит забегание мостового и мостовой ловит ловит соперника на противоходе Дукейрос выходит вместо Венделла Вильмар Бариус и снова главный не оставлять сейчас ворота для удара но так получилось давайте Марио Фернандес выходит вместо Хараваева ну а также для свежести атаки я еще и Монтуана выпускаю у нас освежился правый фланг я думаю сейчас как раз за счет этого нужно попробовать придумать атаку ну а пока бенфика с мячом Дуглас не смогли отбиться момент удар 2-2 но это старый добрый зенит ребята в лиге чемпионов выигрывали выигрывали и здесь не смогли отбиться ну с одной стороны Сергеев подсунул мяч Дугласу с другой стороны там и выбить было невозможно но есть еще время и все сегодня ребята у нас три ничейных результата три непростые игры но в лиге чемпионов все только начинается будем биться дальше конечно волнение присутствовало но я скажу так играть можно немножко переволновались в обороне пропустили но будем биться до конца с вас ребята лайк подписка если новенький так же пишите комментарии ну а с вами был Локи еще увидимся всем спасибо и пока пока пока